Прямо сейчас я покажу вам секретную позицию в новом режиме стальная охота. Используя эту точку, вы сможете брать топ-1 практически каждый бой. Следите, где я буду уже через несколько минут и насколько имбовая позиция у меня сейчас будет. В общем, сначала мы тут же повезло увидели зеленое снаряжение, но потом смотрите, что я делаю. Я не еду на края карты, где может по моим догадкам больше всего быть врагов, а тут же отправляюсь ближе к центру. Потому что почему-то в этом режиме на центре, во-первых, меньше респица, на центре нету такого хаоса. И сейчас вы поймете еще один лайфхак, связанный с тем, что я еду на центр. Но чуть позже вы поймете, какую секретную позицию я займу уже через несколько минут. Подбираем снаряды. В начале, кстати, как заметил, это очень важно. Именно снаряды, потому что сталкиваясь с первыми врагами, нехватка снарядов частенько будет вас подводить. 8 пулек это очень-очень мало. Кстати, ребят, играю я на немецком танке. И посмотрев вчера довольно много стримов популярных вододелов, многие из них, не скажу, что все, говорили, что немецкий танк самый плохой в этом режиме. И действительно, у него есть минусы. В начале, когда вы только начинаете прокачивать, немец очень уязвим. У него низкая мобильность, огромные, квадратные вот эти борта, в которые наяривают советские вот эти пацаны. И, конечно, очень тяжело с ними сражаться. Но, когда вы развиваетесь далее, сейчас увидите, что я сделаю из немецкого танка. Буквально через пару минут, и насколько это будет мощнейший зверюга. В общем, и тут мне везет. Именно на центр карты целых три синих парашюта падает с лутом. И я срочно бегу, включив даже вот этот пожар в заднице, так сказать, ускорение. Еду за этим лутом. Потому что подобрать в первые минуты боя вот это синее снаряжение, когда оно только начинает появляться, это гигантское преимущество. И вот сейчас, посмотрите, я сразу получаю четвертый уровень, апаю и динамику, и свой радар. И, смотрите, тут же бегу за вторым синим лутом. Но смотрите, что сейчас произойдет. Вражеский немецкий тяж залетает, чтобы забрать этот лут. Но я оказался быстрее. Он подбирает желтый, значит, снарядов у него, скорее всего, будет хватать. И едет сражаться со мной. Даю по нему дамаг, альфа у меня еще маленькая, потому что это только начало прокачки. И смотрите, вот какое хитрое решение я сейчас приму в схватке с этим парнем. Выезжает на меня немец, начинаю с ним долбиться. Вот сейчас сделаю ошибочку. Работаю ему по башне, хотя понятно, что там бронированное место. И нужно как-то выбирать позицию получше. Включаю аптечку практически сразу после того, как он отстрелялся. И мне везет, ребят. Я поджигаю его. Все, считай, выиграл. Кроме того, смотрите, что я сделал. Вы спросите, зачем я дыма сейчас повесил на нашу схватку? Потому что я увидел, что справа от нас светятся пацаны, что лежит парашютик, новый парашютик вот сейчас. И эти дыма позволят нам спокойно закончить, мне спокойно закончить битву с этим немцем. И, скорее всего, забрать парашютик, который вот сейчас здесь упадет, если повезет тот, который наверху. И заметьте, я уже два синих парашюта взял, то есть снаряжение мое вполне большое. Но у меня совсем нет аптечек вообще. И вот сейчас вот этих маленьких аптечек, и сейчас мне нужно поехать за еще лутом, чтобы желательно получить вот эту, да, аптечку, которая на пятерочке. Мне удается это сделать, и смотрите, что опять происходит. По мне издалека начинает работать немец. И вот сейчас посмотрите, что я сделал. Я поставил дыма слева от меня, чтобы он не мог с той стороны прострелить на мою позицию. А я спокойно мог взять синий лут и нервничать. Смотрим дальше. У меня появляется, кстати, следующий уровень. Я, как сказал, уже пойду по прокачке в прочность и в альфу. И вот сейчас я уже становлюсь похожим, наверное, на Тигра Б. Уже практически седьмой уровень, который вот благодаря тому, что я сделал килл, благодаря тому, что я собрал много синеньких парашютов, я опережаю очень сильно свою команду в плане прокачки. Врагов рядом нету, лететь куда-то на тяжело бронированном немецком тяже не стоит, поэтому логичное решение будет взять вот этот зеленый и желтый доппайок, можно если так сказать. У меня открывается седьмой уровень, получаем прочность. Конечно, вся имба будет с восьмого, но на седьмом тоже неплохо, ребят. Вот сейчас забираем желтый и очень скоро меня ждет следующий сюрприз. И вот, ребят, просто посмотрите, выезжает вот этот парень, видно, что он вот ренеймд юзер, он еще не особо прокачен по виду его техники. У меня уже фактически какой-то тапок, и вот сейчас смотрите, один выстрел с поджогом с одного шота, ребят, этого пацана у меня уже растет восьмой уровень, и мы сейчас его добираем. Да, добрали. Едем сейчас в круг в красный, чтобы забрать его трофеи, и очень скоро у меня должен быть восьмой уровень, и посмотрите, ребят, что опять происходит. Парашютики снова возле меня, это уже третий раз, когда они все выпадают именно в центр, вот сюда. Срочно едем за парашютиками, и нужно сейчас спокойно этот лут забрать, хотя у меня уже гигантское количество хп. Видно, что когда юзаю ускоритель тоже растет уровень прокачки, сейчас забираем груз синий, и по идее у меня должен быть восьмой уровень. Да, ребят, так и есть. И вот сейчас я выбираю разовый урод, и становлюсь таким массивным немецким тяжем, у которого 2 650 хп, и там бешеная альфа за тысячу. И вот сейчас меня ждет схватка противников еще 5, кроме нас, у меня пока 2 фрага, и я, не теряя время, подбираю синий парашютик в надежде, что мне дадут дыма, которые в конце этого боя не помешают. И вот посмотрите, я набрал кучу лута, кучу просто, просвечиваю уже врагов, просто кричаем, ребят, я готов вас прожарить, двигайтесь ко мне. Так, мышка, мышка, не скачи, и сейчас вижу, что где-то из желтой зоны выезжает враг, и скорее всего, вот он сюда ко мне поедет. Но он оказался хитрым, быстро проскочил, улетел от меня, я отправляюсь за тем, чтобы с ним столкнуться. Кстати, битва тоже будет довольно интересной. И вот уже в таком спокойствии, в уверенности, что у тебя немецкий тяж, прокачанный полностью, я отожран уже, у меня куча всякого лута. Я еду на уверенное такое сражение, здесь такая хитрая нычка, можно пролезть, но я, если честно, сомневался, здесь пролезет ли мой немец вот сюда. Да, поэтому аккуратненько, медленно сюда выезжаем, по идее, за углом где-то должен быть враг. Я вижу парашютики, но мне уже особого смысла их брать нету, разве что получить дымы. И вот сзади, посмотрите, танкую бортом этого пацана, и у него практически нет шансов. Это опять же немец, он не настолько прокачан, как я, на 1211 хп я ему даю плюху. Он тут же юзает аптечку, отхиливается практически полностью, начинает давать по мне дамаг. Он, в принципе, тоже уже подкачался, опять снимаю ему больше косаря, он меня тоже так нехило прошивает. Вот такая битва двух немцев, у меня башня видно получше. Вот сейчас я его спокойно добираю. Жду аптечку, чтобы не тратить восьмерку, поэтому сейчас спокойненько нужно восстанавливать хп и ехать на центр. И вот сейчас, ребят, вам лайфхак и тактика для финала. Пока я еду, сейчас расскажу самое интересное. Сейчас будет финал, а пока я быстро вам скажу, что спонсор этого ролика у нас сайт водки.ру, где можно получать крутые премтанки, сейчас скидка 50% на все. Также на водки, ребят, можно, можно каждый день участвовать в раздаче 5000 голды. Перейдите по ссылке в описании и испытайте свою удачу прямо сейчас. В общем, я вижу сейчас, ребят, смотрите что. Зачем я остановился брать желтую? Она мне, в принципе, не нужна. Вижу, два парня там бодаются. Мешать я им пока не буду. Но сейчас нужно выехать так, чтобы они уже были оба подбитые. И мне, я тогда спокойно буду их добивать. Смотрите, что я делаю. Это, кстати, два из трех последних врагов. Будет довольно интересная сейчас битва. Сейчас я, когда приближаюсь к ним. Смотрите, какое логичное решение. Я юзаю радар, чтобы их просветить. На миникарте видеть, где они находятся. И палить еще обстрелом сверху. То есть тогда они оба получат дамаг. И мне в конечном счете будет легче разбирать. Кстати, пока я еду, давайте сейчас еще быстро покажу вам, пока Пауза стоит. Победителей нашего ежедневного розыгрыша. Вот их комментарии с игровыми никами и наши чеки об оплате. В этом ролике, напомню, тоже будет розыгрыш. Галды для участия. Нужно поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик. И оставить позитивный комментарий с игровым ником. И вот сейчас я кидаю по ним артобстрел. Вот этот, да? Ну не артобстрел, самолетов там. Ну не важно. Бомбардировку. В общем. И в этот момент здесь въезжаю в дымы. Мне опять нужно ждать радар. Видимо, пацаны сделали так, как я в той схватке в начале с первым врагом. Помните? И вот сейчас... Вот сейчас вот они оба. И они оба, ребят, шотные. Ну смотрите, что происходит. Там я добиваю одного из них немца. И совет имеет сейчас возможность взять лут этого немца. Увеличить свою хп. И возможно получить от него хилку. И какой-то еще лут. Поэтому сейчас будет все не так просто. Спускаюсь вниз. И видим действительно, что он отхиливает много хп. Но, ребят, я сразу же снимаю косарь. Сразу же кидаю еще раз по нему артобстрел. Я даже не ставлю капкан. Потому что надеюсь сэкономить его на последнего врага. И спокойно отправляю его в ангар. Восстанавливаем свои хп. И я тут же сейчас буду прочекивать радаром последнего врага. И сейчас ждем финал этого боя. У меня уже 5 фрагов. Идем фактически к топ-1. И я на таком налегке. Потому что я очень сильно прокачен. У меня все есть. Полностью залутан. Очень важно, ребят, брать именно вот эти синенькие штуки с самолетов. И вот вам лайфхак позиции. Я не уверен, что он на 100% работает. Просто по моему опыту. Респитесь ближе к центру. Потому что, во-первых, противников, как мне кажется, больше находятся по краям. Это раз. Во-вторых, лично по моему опыту, в моих боях чаще всего вот эти синие парашютики выпадали на центр карты. Вот именно на вот эту позицию, от которой я сейчас играю. Вот эта река замерзшая. Вот сюда. Почему-то это по моему опыту. Я не знаю, рандомно это или нет. Может, я не прав, конечно. Но просто из моего опыта, там, 3-4, может, 5 даже уже часов игры, я заметил вот эту штуку. Поэтому я выбрал вот такой топ-1, где именно от центра было сыграно, чтобы вам показать. И вот сейчас, смотрите, остается последний фраг, последний враг, и он, ребят, поглощен зоной. Вот такая вот позиция, вот такой вот лайфхак для вас. Используйте. С вами был ваш Бомбилка. Не забудьте сейчас прожать лайк за такой немецкий топ-1, несмотря на то, что все говорят, что немцы плохи. Но вот эти немецкие тяжи, именно тяжелая ветка прокачки, она неплохая. На этом все. С вами был ваш Бомбилка. Два ролика перед вами. Пока-пока, ребят.